Итак, это Escape from Tarkov. Я понимаю, что выпуски эти заходят исключительно те, кому действительно эти выпуски интересны и интересна эта игра, но я вам хочу немножко огорчить, потому что, скорее всего, в ближайшее время у нас с вами, если и будет выходить Tarkov, то только вот это хардкорное выживание где-то может быть 2-3 раза в неделю, не больше. Обычно выживание исчезнет. Почему так? Потому что просмотры очень низки, это очень сильно влияет на канал, мне об этом говорили уже давно, знающие, разбирающиеся люди, которые работают с ютубом, и, соответственно, это вредит каналу. Плюс, естественно, если бы эта игра снимала за полчаса, то есть, например, есть игры, которые прохождение, они снимаются за полчаса, ты их выложил на канал, то есть буквально на них 40 минут 50 потратил, и у тебя выпуск готов. Здесь же я на это трачу много часов, прям почти порой бывает целый день. Соответственно, за 5-7 тысяч просмотров целый день тратить это просто недопустимо. То есть на моем канале, если игра обычно не набирает 20 тысяч просмотров, это играющая заяц канала. У меня так всегда было. Но в данном случае из-за того, что сам Tarkov мне очень нравится, скорее всего, продолжится хардкорное выживание, и, ну, еще, может быть, будет один выпуск по обычному выживанию, соответственно, там это все тоже объясню, и, соответственно, дальше мы будем уже, наверное, играть в основном только после следующего вайпа. На нем еще раз попробуем запустить выживание, глядишь, может быть, тогда как раз какая-то общая масса вот этого накопившейся зрителей, она еще раз придет, посмотрит, и, глядишь, может быть, больше просмотров будет. Посмотрим, поживем, увидим. Но прямо сейчас я предлагаю отправиться в рейд. У меня, да, у меня есть MP5. Что у нас с вами сейчас происходит здесь в хардкоре? Я потерял довольно-таки большое количество оружия, потому что последние 5 рейдов, нет, 6 рейдов, да, были неудачными. В основном из-за дизморали, на самом деле, из-за всего этого, связанного с просмотрами. Ходил в них перед уездом с дачи сюда-домой, и, честно говоря, ну, вот я понимал, что у меня будет гораздо меньше времени на съемки и прочее-прочее, это очень сильно повлияло. Я уже шел в рейд с плохим настроением. Один раз вышел, оттуда вынес необходимую мне вот эту D-батарейку. Сегодняшний выпуск, ну, надеюсь, что хотя бы 10 тысяч просмотров общей сложности соберет, тогда дальше продолжится хардкор. Ну что, у нас с вами больше ничего торгового не изменилось с прошлого выпуска, у нас с вами есть СВ-шка, есть МП-5, есть возможность докупить оружие, это таксу для квеста, есть карабинчик, ну, в смысле, естественно, Мосинка. И все, в принципе, больше ничего нету, но этого достаточно, я думаю, что мы с этим справимся. По задачам у нас сейчас с вами на таможне две задачи, санэпидемнадзор, движуха, что на флешке и так далее, да, то есть оружейники, есть садоводство. Ну, садоводство как раз вот я там два раза умирал на заводе, просто не повезло. И я думаю, что сейчас в первую очередь я все-таки отправлюсь на развязку, потому что мне нужна, мне нужна еще одна батареечка. Я надеюсь, что я там смогу сейчас выцепить какого-нибудь дикого. Погнали в рейд. Так вот, те несколько рейдов, которые вот были именно со смертями, я просто удалил файлы, просто расстроился, словил дизмораль от всего этого, от того, что происходит. Так, мы с вами... Я понял, где мы находимся. Я надеюсь, что мы сможем найти хотя бы парочку диких, естественно, завалить, собрать с них там рюкзак, разгрузку, может быть, просто разгрузку. Покопаться немножко на складах и, может быть, таким образом как раз получим необходимые вещи. Давайте, наверное, все-таки автоматически поставим. И быренько свалим отсюда. Ладно, нормально. Сейчас время терять не будем, сразу будем продвигаться потихоньку вперед. Вот, ну и по поводу, естественно, самого Таркова, что поделать? Такое бывает, что ты начинаешь снимать, оно не заходит, соответственно, продолжать снимать это нельзя. То есть, что значит не заходит? Тебе-то, мне лично, оно заходит. Оно просто на канале не заходит и нету просмотров. Соответственно, это продолжать снимать нельзя, иначе ты будешь губить канал таким образом. Время-то уходит на съемки, а нужно снимать то, что смотрит. Так, ладно, здесь нифига тоже нету. Ну что, пошли искать. Мы с вами вошли в районе, естественно, Икея. Слушай, у меня задержка, что ли? Я что-то не понимаю по звуку. Все, я переключил аудиоустройство, задержки больше нет. Черт. Я думаю, что это дикий. Хотя не факт. Но кто-то в меня выстрелил. Ладно, ладно. Крика не было. В общем, честно говоря, последние пять рейдов мне жутко не везло в основном на ЧВК. То есть, постоянно-постоянно умирал от ЧВК. Как так, черт его знает. Откуда выстрел-то был? Ну-ка. Блин, ерунда всякая. Такие одиночные выстрелы непонятные. Он меня не видел, да? Видел? Ладно. Не будем сейчас тратить время. Фига себе. Сумка не исследована. Странно. Ладно, здесь ничего. Отходим в сторону. Возьмем магазин на Сайгу. Отсюда. Пригодится. Вот это уже нормальная война. Это уже больше похоже на развязку. Ох ты, черт. Над нами, прикинь. Что за фигня? Что за история? Да, это над нами. Прикинь, все, уходим отсюда. Вау. Давненько такой войны не видел. Просто валим. Я, в принципе, заполучил то, что мне нужно. Так, спокуха. Полон, хорошо. На самом деле, мне нужна одна батарейка, чтобы выполнить задание оружейник. Правда, я не знаю, нужно ли мне его выполнять или нет. Ну, в том плане, что я не знаю для чего. Там же ничего особенного нам не дадут в награду. Ну, ладно, бог с ним. Так, бинты пригодятся. Плюс мне, естественно, нужно восстановить оружейку. Ну, вот, нужно было остановиться. Когда я понял, что я уже словил дизмораль, нужно было просто взять, остановиться и не переть дальше. А я прям шел раз за разом. Умирал, шел, умирал, шел, умирал. Это как в казино. Не можешь остановиться, ставить, да? Вот та же самая фигня у меня была. Вот. Ну, очень годная. Сода. Ладненькая. Пошли попытаемся еще диких найти. Может быть, что-то получше будет. Так-то мне на самом деле мне на самом деле сумка и не нужна. Мне нужен сейчас... Это мы с вами находимся под Ашаном, да? Да, все правильно. Мне нужна разгрузка оружия. Сумку мы с вами сейчас выкинем. Сейчас к выходу пройдем. Давайте здесь тормознем по-баренькому. Это кинем сюда. Это выпьем. Есть, хорошо. Давай. Долго он, конечно, пьет. Так, вроде никого. Можно было бы подняться наверх, но я слышу совсем рядом выстрелы. Поэтому не будем сейчас. Чего здесь? Найс. Блин. В принципе, бинт не нужен. Это заберем. Здесь больше ничего годного нету. Ну что, идем на выход. И отправимся, наверное, после этого на... На таможню. Попытаемся там выполнить задание. Так, вроде, визуально никого. У меня есть такое ощущение, что у меня пост-эффикс выключился. Нет? Работает? Сейчас проверим. Здесь у нас с вами, естественно, выход без сумки. Ну, бронька. Бронька никакая. Это даже не броня. Это дорогая штукенция. Черт. Ладно, стой. Стой, стой, стой. Вот это выкинем. Это заберем. Просто на продажу. Ладно, хорошо, выходим. Ну вот. Нормально, хорошее начало дня. Давайте сейчас быстренько продаем все, что нам с вами не нужно. В принципе, неплохая ручка. То есть, можно оставить, видишь, пригодится. Это мне по заданию точно вроде нигде не нужно. А гранаты пока что оставим. Дальше. Себя сюда. Это разрядить. У нас есть, что сюда закинуть. Сода мне тоже прямо сейчас не понадобится. Это мы с вами сейчас снимаем, продаем. И на самом деле, ну что же. Броник и разгрузку мы с вами оставим. Давайте, егерь. И, наверное, да, вот так вот. Отправимся с вами сейчас действительно на тамошку. Попытаемся на тамошке выполнить пару заданий. Ну-ка, а кому можно соду продать? Только терапевту, да? Ну ладно, хорошо, продаем. Так вот. Сейчас отправимся с вами на тамошку. Попытаемся там выполнить задание, что нам нужно попасть в 206-ю комнату. Кладем сюда ключ. МП-5 мы с вами убираем. Броник берем с собой. Если что, там 10 из 40, это, конечно, фигня. Но хотя бы какая-то защита. Может быть, одну дробинку если словим, то он остановит. Нам нужно найти бронзовые часы. Для этого нам нужен ключ. И найти воду, спрятанную в общежитии на таможне. Тут вот на самом деле, блин, как повезет. Кстати, да. Возьмем немножко потрошек с собой. Пускай будет. Тут, конечно, нужно смотреть, где мы с вами появились. Мы появились рядом с трехэтажкой. Ближе к ней. Нам двухэтажка нужна. Ну да. Я просто думаю, что дальше. Заглянуть в трехэтажную общагу и надеяться на чудо. На втором этаже, если не ошибаюсь, в комнатах можно ключ квестовый получить. Ну, как вариант. В принципе, да. Можно так и поступить. Если я на ближайшем спауне, то вряд ли кто-то есть, кто ближе. Давай, Бринька, по курткам. 110. Это может быть дикий, на самом деле. Где-то под нами. Мне просто... Забрать из куртки нужно. Дядь, отстань. Забрал. Все. Квест выключил. Господи. Охотятся на меня. Это же не может быть дикий, да? Не может быть. С такими префаерами. Ну ладно. Именно поэтому я взял с собой Сайгу. Сайгу не жалко, ни хрена. Привет. Как дела? Есть полечица? Останови. Карманы. Блин. Плевать. Нет у него полечиться. Нету. Ну здесь что-то еще есть. Здесь вот. Нет у него полечиться. Понял. Я сейчас, конечно, сдохну. Ну ладно. Может у тебя? Да ладно тебе? Ты шутишь что ли? У тебя тоже полечиться нету? Я с собой не взял. И не выйду я отсюда. Ладно. С таким кровотечением. И денег-то у меня нету. Че делать? Выход в общаге. Старая заправка. ЗБ-012. Да че за фигня? Как же не повезло, а? Представляете? Не было, не было. Мне хило. Ну я точно ничего не пропускаю, да? Да, здесь нифига нету. Ладно, ладно, нормально. Я уже шел на самом деле побыстрее откиснуть. Двух есеков забили. Забавно. Но получилось на самом деле не очень удачно, потому что вот хотя бы что-то, блин, перебинтоваться, я бы оттуда выполз тогда бы. Ни у кого ничего не оказалось. Правила, естественно, хардкорного выживания в описании под видео, если кто-то не знает. А если кто-то не смотрел предыдущие выпуски, эсмарх только один. Ладно, заберем его с собой на будущее. Но зато мы с вами очень годно пострелялись в общежитии. Так, у меня есть такие патроны или нет? Вот они, да? Давайте докинем. Ну что? Ключ есть, это есть. Ну то есть мы можем вытащить бронзовые часы, но нам абандирование нужно. Я предлагаю прям вот так вот рискнуть еще раз прям на таможню, сходить. Глядишь, может быть что-нибудь там зацепим сейчас. Так, мы сейчас с вами в гаражах. Мы довольно-таки далеко, нет смысла же никуда ломиться. Так что есть смысл походить по гаражам, может быть найдем с вами какого-нибудь дикого. Залутать мы здесь все равно ничего без дикого не залутаем, я думаю. Так, сек. Здесь что-то было. Нет, не здесь. А мне казалось здесь. Сигареты мне нужны, не нужны, не помню. Лаки-страйк вроде есть. Ладно, заберем на всякий пожарный. Вдруг нету. Я хочу дойти до гаража с ключом, он вот там. Ладно. Мне здесь не заспалнились, может быть они есть на таможке. Ключ от таможни нужен. Естественно, от кабинета директора. Стоп, это что валяется? Такое ощущение, что разгруз валяется, но может быть просто железка. Ну посмотрим. Наглазник. Еще фигня какая-то. Понятно. У нас много времени нет, а скоро будет темнеть. Поэтому здесь долго находиться нельзя. Ладно, ключик от КПП. Ммм, ладно, окей. Может быть даже заглянем. ЗБ-11, ну понятно, стандартненько. Это не разгрузка валяется, нет? Да нет, железка какая-то и все. Так, сумка, во-во, сумку точно. Подсумок можно использовать, напомню, только для ключей. Больше ни для чего. Ну и для кейсов, которые хранят себе ключи. Больше ничего в подсумке выносить нельзя. Если она туда положилась, то положилась. Это не страшно. Вот выноситься рейды, ничего в нем нельзя. Понятно. В общем, так тихонько-тихонько везде, да? Сюда сейчас не пойдем. Я думаю, пойти что ли за бронзовыми часами? Так не чихнуть диких, да? Потом шмыгнуть в общагу. А потом попытаться выйти. Давайте так и провернем. Другого выхода все равно нету. Давай, автомат, все нормально. Вроде никого. Ладно, норм. Сейчас самое главное не нарваться впереди на врагов. В смысле, на диких. Лоб в лоб. Такое бывает. Довольно-таки часто. Потому что здесь даже сныкаться толком негде. Ноги. Понял. Где он сейчас был здесь? На остановке? Черт, я тебя не вижу, собака. Где ты спрятался, гад? Черт, вот трава. Ну-ка, давай тебя чекнем. А, ну ты не здесь-то, там. Может, это двигаться начнет. Это у нас было, это нам не нужно. Так, перебежим с вами за танк. Давай, бегом. Я же нажал. Блин. Где он? Понял. Он отошел четко. Походу, он. А ты где? Блин. Смешно. Это просто смешно. Из этих гребанных кустов он все-таки меня убил. Нам, в принципе, больше не нужно, но мы возьмем еще один как раз магазин. И отправимся сейчас обратно. Ну окей. Блин. Когда тебе нужно туда, ты попадаешь здесь. Когда тебе нужно сюда. Ты здесь не респишься. Ладно, нормально, нормально, нормально. Сейчас прорвемся. Пойдем сейчас еще ключик чекнем. Я не вижу никого. Давай, бегом. С другой стороны. Ну да. Сейчас может быть челик на том спауне, где мы были до этого, да? Граната. Понятно. Ну-ка. Хороший ключик дай. Кста. Че? Ключ с пометкой. Фига себе. Ключ по заданию. Офигеть. Так, ладно, здесь я никого не вижу. Какой нам ключ не нужен? КПП. Фиговый, да? Санатуре 112, я не знаю, может быть дороже. Посмотрим. От санатория вообще дорогие довольно-таки ключи. Сами по себе. Вот и проверим. Но ключ с пометкой, это естественно от... Комнаты этого самого санитара в санатории. То есть, нам даже босс убивать не нужно. Или покупать его. Тихо, спокойно. Да, дикий. Я сначала подумал, что... Не дикий. Я подумал, что... Да чёрт! Че я это делаю? Ох ты чёрт! Чуть-чуть прям капельку не доходил. Ну, в смысле, не доводил до него. Да ладно, бумажник. Открыть. Пустой, ну ладно. Чуть-чуть как бы за ним держал прицел и видел это сам. И такой, типа, да шо ж я делаю? Потом опять такой, да шо ж я делаю? Я этого не понимаю. Санаторий 112, если не ошибаюсь, тоже нужен по заданию. Короче, нужно искоренять себе эту фигню, что стоишь на месте. То есть, это бред. Нужно, естественно, двигаться. Че я... Ощущение было, что сейчас попаду. Сейчас попаду. И нифига. Чух. Просто трындец. Погнали обратно. Со спины, что ли, работают? Да. Да ну, блин, братан. Игрок. Ладно, поступим с вами просто. Возьмем ЭКМ. Жалко, что он без патронов. Но патроны у нас с вами есть. С этим, в принципе, никаких проблем. И настырно. Настырно отправимся обратно. 12.39. Пошли. Ну. Блин. На самом деле, для нас офигенный спаун. Стоп. Я что-то просочу сейчас. Черт, а че я делаю? А, ну да. Ну, в принципе, ладно. Хорошо, налево. Давайте одиночными. Не туда я совершенно пошел, но ладно, бог с ним. Если мы с вами здесь, то выход у нас... А там же ЗБ-11 странно. Ладно. Там как раз на ЗБ-11 стреляли. Так, вроде на вскидку никого. Жалко, с этой стороны забрать нельзя. Так, попытаемся еще разик. Черт. Ладно. Потихоньку идем вперед, пытаемся отсюда выйти. Наверху снайпера нету. Прямо перед нами. Блин. Вот только где перед нами? Вряд ли, что здесь. Да, здесь конкретно я не вижу. Вообще, Гу, хочется пройти все-таки. И он, скорее всего, туда пошел, да? Ладно, гоу. Слева. Зараза, сныкался где-то. Вообще, эти два задания, они, типа, нежизненно необходимы прямо сейчас. Сейчас для меня гораздо важнее это. Естественно, шмотки. Естественно, шмотки. Естественно, шмотки. Давай, выпьем. Ну-ка, гемостат. Нормально. Ладно, живем. Вот здесь вот, да? Да, все правильно. Мы просто заходим. Все. Задание выполнено. Остается просто выйти. Так, здесь нам сейчас делать нечего. Я предлагаю просто выбираться. То рано или поздно кто-то зайдет сюда. Без брони будет очень весело нам на самом деле. Пройдем здесь через лагерь. Ну-ка. Да нет, здесь вроде ничего. Сухое горючее. Ерунда всякая. Понятно. Да, здесь ни черта нету. Здесь я слышал, может, спауниться флешка. Но, типа, ни разу не встречал. Так что все это не точно. Ну что, по краю карты пытаемся выйти. Доза Б-11. Так, если не ошибаюсь, где-то здесь у нас с вами схрончик. Вот он, да. Но он вскрыт. Ладно, не будем. Пошли дальше. Прямо перед нами. Одиночный вроде с СКС. Ну-ка, может здесь что-нибудь? Батареечка все-таки нужна. Хотелось бы вынести. Все, что у меня сейчас с собой, это так, на продажу. Ладно, как я сказал, по краю пойдем. Это сейчас самый-самый безопасный и верный способ отсюда выбраться. Интересно, где этот выстрел был? Там, где снайпер, вот там вот. Потому что челик мог, если там ЧВК-адиси, пойти вот сначала на этот, например, тайничок, потом на тот тайничок. А снайпер мог выстрелить вот оттуда, например. Или он по снайперу. Но я так, в принципе, никого не вижу. Ладно. Здесь вроде не было никого, да? Спички нам такие не нужны. Просто заберем, чтобы было рулетка... О, прикольно. Рулетка нужна на обмен, чтобы получить набор с инструментами. Ну так мы хотя бы фигово, но как-то оделись. То, слава богу. А то что-то прям рейд за рейдом всякая фигня происходит. В основном, на самом деле, я думаю, что фигня эта со мной происходит, потому что я несколько дней не играл в тарков. В основном из-за переезда и прочего. Здесь вскрыто, здесь пролутано. Понял. Значит, смысла здесь смотреть нету. Ладно, нам выйти нужно. Стоп. А, ну да, понятно. Так, фара. Это, походу, дикий. Ну-ка, спакуха, быстро. Быстро-быстро. Топорик. Найс. Счастик. Это все перекидываем. Это сюда. РПС-ку сюда. Чекаем карманы. В карманах ничего. Ладно, пошли отсюда. Сейчас уже просто задача выйти. Да, я думаю, что челик прям перед нами прошел. Прочекал все как раз тайники. И тоже вышел на ЗБ-11. Все понятно. Ну окей, ладно. Это вышло более-менее удачно, потому что вытащили своими две пушки, вытащили омандирование, еще парочку разгрузок. То есть, есть чем ходить. Так, ну в принципе, я доволен тем, что произошло. Единственное, что вот этот шлем мне абсолютно не нужен. Давайте сейчас, ну не то, что не нужен. Он первого класса, и нам никакого толка нету. Но мы из него, плюс скотч, плюс аромид. Да, мы можем сделать улучшенный третьего класса. Есть проблема, что аромид я не собирал. Его можно получить из вот такой бронепака. Хм, аромидная ткань. Но, ладно, хорошо, пока что давайте так пойдем. Может быть, хоть что-то от него отскочит. Блаклаву очки мы с вами продаем. Дальше, РПС-ку просто, наверное, достаем отсюда. Здесь еще у нас, плюс еще одна пушка есть. Я думаю, что поступим следующим образом. Это все вынимаем. АКМ я бы тоже сейчас вынул бы, положил вот сюда. Тебя возьмем с собой в рейд. РПС-ку скинем сюда. Ножи продаем. Плюс вот этот ключ тоже продадим. 206 нам тоже больше не нужен. Это все тоже на продажу. То есть, таким образом... Ну, кстати, неплохо получилось. Сухое горючее, оно очень дорогое. Мы продадим его не тебе, естественно. Мы продадим его егерю. Потому что он тоже покупает. Есть, окей, еще 30 тысяч сюда. Далее, барахольщику. Это добро. То есть, у нас с вами сейчас уже почти миллион есть. Оно нужно 2,5 миллиона на следующий схрон. И появился топорик. Топорик продадим скупщику. Егер покупает за 56. Шикарно. 400 тысяч с ним есть. Гост уходит сюда. Наконец-то завершаем водолея часть первая. Водолея часть вторая. У беддиких на таможне 15 штук. Это уже гораздо проще. Давайте, забираем отсюда это добро. Воду пока что трогать не будем, потому что... Вода нам пригодится. В лесу. Мы ее с вами закладывать будем. Это мы просто продаем. Кто у нас это покупает, интересно? Лыжник покупает. Хорошо. Вторая задача это у прапора. Проверка на вшивость. Передаем броновые часы. Завершаем здесь. Получаем пистолет. Вот это нежданчик так нежданчик. Я понял. Пикник со стрельбой. Убить диких в лесу 15. Посылка из прошлого. Найти защищенную папку в кабинете дик... Ну, у нас нету просто с вами ключа. Директора Таркон. Ключ я надеюсь мы с вами тоже сможем найти со временем. Ну и диких в лесу получаем автомат калаш... Аксун получаем. Ладно, окей. С дикими в лесу я думаю мы тоже с вами так или иначе разберемся. Пока что забираем. У прапора. Дальше. Спички. Спички нам сейчас тоже не пригодятся. Можно убирать. Это перекладываем сейчас сюда. Мануальчик там полторы тысячи. Один миллион мы с вами собрали. Окей. Дальше. У нас с вами сейчас получается почти 13 уровень. Нужно идти набивать. И естественно у нас с вами с терапевтом есть вторая задача. Это санэпидемный обзор. То есть нужны газоанализаторы. В принципе можно обратно на таможню немножко пошерстить выдвижные ящички. Убивать там диких. Ну, почему бы и нет. Глядишь, может быть ключики какие-то интересные достанем. Все. Направляемся с вами обратно. 16 часов. Страховать ничего нельзя. Пошли. Так. Я тебя понял. Куда мы с вами не попадем? Куда я хотел попасть? Куда пойдем? Здесь вроде никого, да? Ну давайте глянем, что здесь есть. Так окинем беглым взглядом. Нормуль. Еда. И все что ли? Серьезно, да? Ладно, понятно. Что у меня там очередь, автомат, одиночный. Пускай автомат будет. Ну, естественно, 20 патронов нужно в голову бить, подобрать оружие и использовать его. Давайте посмотрим. Ммм, окей. Совсем рядышком. Перекресток, триллерный парк, блокпост ВСРФ. Или в сторону ВСРФ двинуть? Ладно, пошли туда. Ну их нафиг. Оттуда явно чувака движется в эту сторону. Ну, скорее всего. Это, естественно, не точно. Так. Пожалуйста, откройся. Эти комменты. Сейчас чем годненькое найти будет вообще шикарно. Чтобы можно было отстреливаться, нет? Ну ладно. Денюшки. Денюшки тоже неплохо. Так понятно, от Адара, да? Здесь вроде никого. Окей, попытаемся тут пройти. Может повезет. Не факт. Потому что там впереди стрельба. Еда нормальная, вода нормальная. Хорошо. Отдохнем. И пойдем дальше. Ну-ка. Да, нормально. Думаю, куда идти. Заглянуть сюда, в медпункт. Или как это называется. Ну, на самом деле, это очень опасно. Его лутают прям суперчасто. То есть, это, естественно, нужно нормальное оружие. Какая-нибудь нормальная броня. Чтобы хоть какую-то уверенность иметь, что ты с кем-то там справишься. В моем случае, я просто зашел по большому счету... Подожди, это что? Нет, просто текстура. В моем случае, зашел побивать диких, но заспомнился немножко не там, где хотелось бы. Ладно. Отдвинем сюда. А дверь закрыта. Не, ну могли с другой стороны зайти. Просто часто именно здесь заходят. Так, а здесь что-нибудь есть у нас? Совсем рядом. Окей. Тут кто-то есть. Будем надеяться, что дикие. Да, дикие. Бринка, все чекаем. Ух ты, ёл. MP5, неплохо. Ну-ка. Да, он типа нужен по заданию, чтобы... ...его можно было модифицировать. Но... ...типа такое. Нам такой не совсем подходит. Или, скажем так, совсем не подходит. Ну-ка давай. Хорошик. Ладно. Понял тебя. Чё, идём дальше? Трассеры. Это хорошо, что он тут бывал. В смысле... А, ну да. Всё правильно. То, что она закрыта, ничего не значит. Фига ты улетел, дядь. Чё там у тебя? О, сайга. Это хорошо, блин. Слушай. Это выкинем. Слушай, я, наверное, всё-таки... ...вебры скину. Сайгу заберу. Тем более, он у него на патронах. Ох, неплохо. Ладно. Ну-ка, ну-ка вот так вот. Вот так вот. Или, наверное, как-нибудь вот так. Хоп. Есть, хорошо. Ладно. Можно двигать дальше. Полон? На пулях я имел ввиду. На патронах сказал, да? На пулях она у него. Ам. Сейчас, 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 сейчас. Где он? Вот он. Трубка. Ну, так, по мелочи, болты. Понятно, ничего особенного. Ладно, нужно уходить. Пошли на ту сторону. Не знаю, там лутаны или нет. У нас есть выход на перекрёстки. Вот и проверим. Подъём. Чё, чекнем, что там внутри? Блин, чё за фигня? Так. Планочку снимем, мешает. Ну, так визуально вроде никого. Я даже не знаю, может ли там что-то спаунется в этой фигне или нет. В этой бытовке. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Да, здесь вроде не лутали. Шприц. Ладно, смотрим. Так, стоп. Это можно вот сюда тогда. Дальше. Здесь всё битком хорошо. Ключик. 220-й. Ладно, пошли в ту сторону. Здесь вроде пока что диких не видно, да? И непонятно, хорошо это или плохо. Но обычно здесь тусят. А ещё бывает так, что здесь их прям очень много. Окей, здесь тоже чекаем. Натрихлор. Фигня, фигня. Да, это не нужно. Такой ключ у нас с вами есть. О, спички заберём. Ещё бы не такие спички. Было вообще шикарно. САС-диск. САС-диски можно очень хорошо вот такие вот продать миротворцу за баксы. Ладно, крикки-то не будем брать. Слоты ещё есть, чтобы полутаться, конечно. Вот так полутать нечего. Да, полутать нечего. Ладно, предлагаю двигать на выход. Довольно-таки большой путь проделали. Сейчас здесь ещё глянем. Так, по мелочи. Закрыто. Смотрим, что есть. Шина. Эсмарх. Нам бы, на самом деле, какая-нибудь аишка бы. Вот такие вот вещи сейчас бы очень пригодились. Мало слотов занимается. Всё-таки можно ими подлечиться кое-как. Ну, хоть что-то вылечить. За сликерс можно выменить разгруз. Ну и можно съесть, на самом деле. Блин, дурацкое место. Чёрт, 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 чёрт. Тихо, спокойно. Привет. Показываю, что есть. Ничего. Ну, на самом деле, его довольно-таки часто чекают. Вообще, все вот эти вот трупики часто чекают. О, сок валяется. Или пустой. Флиз не нужен. Да, сок хорошо. Это мы с вами выпьем. Я ж ничего не путаю. На перекрёстке выхода, да? Да. Фига себе. Маска. Дорогущая. И выкинуть нечего, да? А, ладно, плевать. Можно было бы шлем выкинуть. Блин. Сейчас шутишь, да? Нет, он не шутит. Ладно. Забираем. Чё там ещё внутри? Всё, вкуснятина. Давай поиск. Перекидываем сюда. Это сюда. Ну, хоть что-то уже. Хоть что-то отсюда действительно годное вынести. Это просто скидываем, это вот так забираем. Ладно, найс. Вот, теперь пошли. Ну окей, всё. Чёрт. Давай-то давай, перепрыгивай, пожалуйста. Ну-ка, может быть, здесь что-то ещё? Хотя мне уже классно, на самом деле, некуда. Я бы вышел бы с этим. С удовольствием. Фигня, фигня. Это для... Постой. Это для Глока, да? Это дорогущая штука. Ладно, кушай. Хорошо. Шину заберём. Кепку вытянем. Это просто продать можно очень хорошо. Всё, давай на выход. Реально. Больше не рискуем. Так, глянем. Не. Ерунда, понял. Фух. Классно. Вот это мы хорошо зашли. Ещё 3000 опыта. До следующего уровня остаётся 600. У нас что-то в сообщениях новое. Я, честно говоря, не понял, чего. Или это всё те же сообщения? У тебя пусто. У терапевта вода. Потом. Нам вообще нужно за искрой сбегать на развязку. Достать искру и, естественно, притащить. Если не ошибаюсь, это глушитель. Да, 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 всё верно. Такой ключик у нас с вами есть. Бумажник я вытащил исключительно, чтобы разгрузить 4 слота. Вот таким вот образом. Есть, хорошо. САС-диск на продажу. Это сюда. Блин. Натрий-хлор вроде мне шибко-то не нужен. Может и понадобится где-нибудь. Это у нас с вами крепёж. Кронштейн-пилат. Под, естественно, прицел. Но тоже не шибко нужен на самом деле. Хорошая ручка. Подходит вообще почти к чему угодно. Даже к той же сайде. Стоп. Спокойно. Это не нужно делать. То есть у нас с вами стандартная стоит на 7 эргономики. Здесь эргономика 11. Если мы возьмём эргономику здесь, то здесь вообще 6. Ну, естественно, можно сейчас вот это снять. На 11 поставить, потому что я дальше собираюсь с ним пойти. МП-5 оставляем здесь. Сложить тебя нельзя, да? Да, нельзя, жалко. Плюс одни спички. Эсмарх. Обогрев. А, точно, у меня одних спичек не хватало, получается. На верстаке у меня были готовы, если не ошибаюсь, оружейные части. Но мне просто класть некуда. Успеется. Давайте обогрев. Улучшение. Всё отлично, 2 часа. То есть 5 слотов освободили и 50 тысяч потратили. Так, давайте сразу скидывать. То есть, например, ну да, сасдиск тебе. Телефон тоже тебе. То есть нужно как-то с ним поднимать отношения. Рубли на доллары и отразить не... Ну, то есть это можно сделать. То есть покупать доллар у него. И таким образом, это даже в правилах прописано, поднять отношения. Но лучше просто продавать. Ну, то есть рубли нам тоже пригодятся, безусловно. Это мы с вами просто продаем механику. Всё вот это вот по возможности скидываем. Ключ к терапевту. Шин у нас с вами дофига. Медикаменты оставим. Зелёные батарейки. Две штуки есть, а нам нужно будет три. Одна на обмен и две, если не ошибаюсь, на постройку. Шприцы будут нужны на обмен. ПНВ. Циклон, кстати, да. Я хотел сделать вот так вот. Рубли закинуть вот сюда куда-нибудь ещё немножко разложить. Пускай будет 5 тысяч. Вот. И здесь сколько рублей? Термометр. Трубка. Это всё на продажу. Давай егерю. Неплохо. 89 тысяч. Это всё добро перекидываем. Вообще, на самом деле, можно сделать не так. Здесь достаточно слотов, чтобы полностью её как бы покрыть. Ну, то есть, чтобы можно было положить вместо вот этих вещей бронеразгруз внутрь. Таким образом, всё ещё забиваем. Лошадка сюда. Тройник. Нужно ещё два тройника, и будет ещё одна пушка. Всё, хорошо. Это мы с вами сделали. Дальше. Стоп. Пил бог с тебя. Это сюда. ПНВ. Можно продать прапору. Давненько им ничего не продавал, на самом деле. И таким образом у нас схрона сейчас, получается, забит под завязочку. Мне не нужно столько кастомных, тем более с такими трассерами, да. Азимут можно было бы и оставить, потому что Азимут это очень хорошее в плане свободного. То есть, в плане экономии места отличная разгрузка. Азимут хорошая штука. Вмещает в себя гораздо больше, чем занимает слотов. То есть, вот мы уже под него освободили пространство. Сами заберём РПС-ку какую-нибудь условно, или... А нет, зачем? У нас есть шоколадка. В смысле, сникерс. И за сникерс мы можем выменить жилетик. А жилет на себя одеваем. Найс, всё. Ну и есть предложение отправиться обратно, туда же на таможню, потому что место довольно-таки козырное, там много всего вкусного. Пошли. Не люблю здесь торчать, потому что даже если здесь и лутали, всё равно люди сюда в первую очередь заходят, там что-нибудь посмотреть. Вдруг что-то пропустили туда-сюда. Ну вот. Да. Я понадеялся, что пойду в другую сторону. Попадание одно. Блин. Ну ладно. Досадно. Так, возьмём с вами всё-таки КМВП. Бог с ним. Давайте отремонтируем. Отремонтируем у механика. Изгоняем с вами с этим добром разик в лес. Посмотрим. Может быть сейчас там сможем нормально себе залутаться. Опять же, пройдёмся по схронам. Посмотрим. Может быть там что-нибудь сейчас хорошее вытащим. Так. Мы с вами появились около озёр. Угу. Около деревни. Пойдёмте в деревню. Посмотрим, как там нам повезёт, не повезёт. Со спауном ЧВК. Ага. Был шанс убить того гада. Сам виноват. Шанс убить был. Кавки нету? Вот здесь у нас с вами в камнях один как раз схрончик. Чекнем. Если что-то годное, то вернёмся. Но нам, безусловно, разгрузка нужна и рюкзак. Так, фигня. Надеюсь, сейчас здесь что-то будет. Если не ошибаюсь, прямо здесь вроде нет спауна диких. Ну, а то где-то там. Они просто сюда как бы приходят. Наведываются в гости, так скажем. Ну-ка. Фигня. Вода. Хм, ладно. Иду в воду возьмём. Но, по ксерам он сейчас не нужен абсолютно. Единственное, что это 10 тысяч. Так. Странно, я никого не вижу. На самом деле, они довольно-таки быстро могут заспауниться. То есть, почти моментально. Вместе с загрузкой карты. А могут. Через несколько минут. Потому что всё равно нужно быть аккуратным. Так, что-то там стрельнуло недалеко. Но, нет, на самом деле довольно-таки далеко. Зря я так. Пуста. Я здесь нифига. На самом деле, когда я играл на том аккаунте, мне кажется, мне как-то немножко больше везло. В том плане, что я легче находил диких. Да, здесь всё... Да, понятно. Я сюда и зашёл-то, только чтобы глянуть влево-вправо. Так вот. Легче находил диких как-то. Больше лута сыпалось. Всего было больше. Вон дикий. Да. Это не щавыка. Ммм. Чё делать? Да, пробежим. Снеглась куда-то. Да. Уже... А, вон вижу. Окей. Ну, естественно, дикий. Дундук. Ещё один ключ. Насосной станции. Так, это сделаем вот так вот. Окей. Ну, ладно. Всё, пошли дальше. Здесь, правда, меченый круг. Ладно, бог с ним. У меня совершенно другие цели. Я там вряд ли найду то, что мне нужно. Мне нужна сейчас одна батарейка. Либо зелёный порох. Это действительно нужные штуки. И то, и другое мы можем найти впереди. Кстати, а машина не уехала? Нет, выход на мосты есть. Давай сейчас аккуратненько так под прикрытием леса пройдём. Справа недалеко. Патронов сколько? Почти полно. Ладно, хорошо. Ещё раз, тачка. Неактивирована. Пошли в деревню. Посмотрим, может быть, здесь что-то есть. Здесь, скорее всего, пролутан, да? Фиг знает. Шоколадка, во всяком случае, валяется. О, это близко. Нужно спешить. Нет, не право-то на. Арамит заберём. Ты зачем перезаряжать-то начал? Странно. Ну да ладно, бог с ним. Я, может быть, случайно нажал, сам этого не заметил. Тут, на самом деле, напротив домика есть как раз нужные коробки. Ерунда, просто на продажу. Да уж. Что это? Это патроны. Ну, просто заберём продать. Одна, понятно. Релёжка. Релёжка. Квоздь его, это нужно. Провода тоже не шибко нужны, на самом деле. Я понимаю, что я во многих рейдах многое пропускаю. Но тут, опять же, стараешься на скорости сделать. Чтобы вот те вот стрелявшие не пришли и не приняли. Потому что броника у меня по-прежнему нету. Так, нет, здесь у нас, если не ошибаюсь. Да, сумка, сумка. Всё правильно. Присадка. Присадка, это, конечно, хорошо, но нам сейчас не нужно. Здесь сок. Ну и, в принципе, всё. Там что-то было, разве? Да, показалось. Ладно, загоняем сейчас с вами зелёный ящик, чекнем. Поедем на выход. Выложим, чё налутали. Ну, или, точнее, активируем прям выход и сгоняем после этого чекнем. Почему нет? Хотя, стоп. ПРС. Неизвестный. Ну, можно взять. Глушак. Так. Что-то из этого точно не нужно. Тушёнку использовать. Хотя, тушёнка такая, конечно, хорошая. Можно было бы горошек съесть. Давай, это перекладываем. Это забираем. О, вот теперь можно выходить. Ладно, пошли туда. Всё, поехали. Таким образом, ещё 1400. Грудная клетка, да? Хорошо, ладно. Прошили мы его всё-таки. Так вот, бронебойным. Получаем с вами тринадцатый уровень. Присадка. Это нужная штука. Арамид нам, может, на самом деле не нужен. Его можно будет продать. Очки продаём. Это продаём. Арамид он, на самом деле, довольно-таки дорогой. 4400. Я думаю, что на этот ДТК нужен переходник. Либо там какой-нибудь 103, да? Какие там у нас? 103 и 104, кажется, идут с... 762. Запал. Ну, можно обменять на гранаты. На самом деле, не будем. Потому что нам сейчас не нужно вынуть патроны. А чё это они затупили? Блин. Ну вот. А, ладно, нормально. Давай сейчас ещё раз. Нет, так нам не нужно вынуть патроны. Нам они не нужны. Мы им пользоваться не будем. Это просто продаём. С механиком 269. 27 тысяч стоит продать, что ли? Давайте просто продадим. Сейчас места всё равно под него нету. Нифига. Водочку егерю. Это добро прапору. На самом деле, механику продадим один из этих магазинов. Просто места не хватает. Так, мелочи все раскидываем. Это сюда. Гвозди. Гвозди уходят вот сюда. Хорошо. А, яблочный сок вынес под сумки. Выкидываем. Да, уничтожаем. Не обратил внимания. Это сюда в рейде попьём. И загружаем полностью тритон всякими разными вещами. Тритон идёт сюда. Есть. Механику продаём с вами. Гаечный ключ. Медички продаём, естественно. Вот этот. Балаклава и нож тоже уходят на продажу. Ну что? Опять в лес. Потому что нам всё равно, куда ходить. Лес. Не лес. У нас с вами задача 15 там. 15-7. На том, может, убили двоих. В лесу одного. Ну, пошли ещё раз в лес сходим. А вот в этот раз я очень быстро собирался и забыл денежку. И забыл денежку с собой взять. Так. Понятно всё. Хорошо. Гора там. Думаю, куда идти. Пойдём искать диких. Пойдём искать тайники. Посмотрим всё подряд. Так, если это самолёт здесь у нас с вами, да? Ладно, хорошо. Пойдём в ту сторону. Глянем. Может быть, там дикие будут на полянке. Парочку тайников около танка посмотрим. Это МЧС. Впереди нет на МЧС. Мне не нужно. А выход у меня по-любому на окраинах. Да, всё правильно. Ладно, понятно. Всё, сейчас главное... Класс. Там стрельба. Ну, пускай они лутаются, стреляются, наверное, да? Мы сейчас с вами до танка. Выносливости нифига нету. Потому что здесь, может быть, гораздо вкуснее лут, чем там. Тем более для нас сейчас. Ладно, хорошо. Смысла от этого шлема вообще никакого нету. Он пулю не остановит, на самом деле. Шанс рикошета там очень низкий. Но при этом ты ни черта не слышишь. Угу. Понятно. Именно там, куда я сейчас хотел пойти. Мне кажется, это в районе того тайника. Ну, или где-то там. Примерно. А может быть, он, наверное, на ЗБ шёл. Как вариант. Нам ещё воду нужно обязательно заложить. Вообще, вот эту выпьем. То есть, я имею в виду, не то чтобы даже заложить, а не забыть вынуть её из... Почты. Иначе исчезнет. Мне кажется, где-то здесь была стрельба. Ну, ладно, бог с ним. Вон он, у пыль. Спокойно. А где ты? Опять в кустах, а нет, вижу. Куда пошёл? Надо мухой всё забирать и выходить. Тарзан. Всё хорошо. Сейчас здесь присядем на секунду. Так. 153-я мэрка, да? Ну, ладно. Это то, что он здесь испаунился, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, мы на нём спалили сейчас. Может быть, в горе сходить? Там ещё парочка спаунов. Я надеялся, что у него деньги будут. О, сзади стрельба. В общем, пускай там разбираются. Снайпера я отсюда не вижу. Думаю, куда нам сейчас выгоднее всего пойти? В деревню опять заглянуть. Ну, в принципе, полу туда. И по кругу уйти обратно на окраины. Может быть, в деревне сейчас найдём деньги у кого-нибудь. Тоже, в принципе, рабочий вариант. Только всё нужно супер по-быстрому делать. Прям максимально чётко. Я специально не пошёл в тот лагерь, потому что если вот тот за мной пойдёт, ну, может быть, он там остановится, немножко полутается. И это мне даст время здесь пошерстить. Хотя бы чуть-чуть. Так, молоко. Баринка всё чекаем. Там ещё молоко впереди. А, это сок. Сок анальгин. А вот это молоко. Ещё что-нибудь есть? Годное, правда. Эй, земляк, мы тебя не хотим. Мы так наблюдаем. Наблюдаем. Да-да-да. Гранату кидаешь тоже просто так. Вижу его. Скотина. Обойдём. Давай обойдём, Баринка. Наблюдает он, блин. Он там, да? Так. Воу. Дрель. Ещё одна дрель. Воу-воу-воу-воу-воу. Это круто. Ещё релешка. Но это обратно сюда. А он ушёл туда, да? В тот дворик. Ну, где-то там наблюдатели, а? Справа, что ли? Он? Нет. Это показалось. Вон, вижу. Чёрта. Так. АКМ. Ладно, ещё раз. Такая же сумка. Убитый броник. Давай посмотрим, что в нём. Денежек нету. Нет у него нифига. Ну-ка. Около половины. Ладно, сгодится. Сейчас спокойно. Фигня. Это всё не нужно. Отвёртку можно было бы загнать. Просто, ну, как бы... Продать её и всё, да? Но я, честно говоря, не вижу смысла. Так, здесь пусто. Класс. Искра. ППшки. Длинная отвёртка. Длинная вроде нужна где-то. Да, и можно продать, на самом деле, неплохо. Но это всё не то, что нужно. Так, длинную мы с вами сейчас... Разложим как-нибудь вот так вот. Выпить. Ладно. Чё, в сторону ЗБ-14 сходить? Попытаться заложить, например. Как вариант. Давай-давай, открывай. Я чё-то слышал? Или это просто где-то выстрел был? Отсюда нужно уже выходить. По таймингу сейчас придут. Это можно выкинуть. Оу. Хлорка. Ладно. Вот это сюда. Хлорка сюда. Хлорка, на самом деле, может пригодиться. Бог с ним, всё пошли отсюда, к чёртовой матери. Может пригодиться. Полезная штукенция, но... Не сейчас. Это, естественно, обмен на... Этот самый, медицинский кейс. Чёрт, я вряд ли соберу нужное количество хлорки. Я уже об этом говорил в одном из выпусков. Кейс под медикаменты. Ночью им годная. Фигня, да? Понял тебя. Надо было бы деньги взять с собой, конечно. Сейчас бы уехали. Но с другой стороны, ладно, пройдём там. Может быть, там тоже дикие есть. Сейчас давай отдохнём чуть-чуть. Пошли отсюда. Опять же, да. То есть, сейчас там, в принципе... Ой, там, правда, взрывают впереди. Хе-хе. Это вроде там было. Там пару мест с дикими. Может быть, лучше рюкзак найдём, как вариант. Может быть, всё-таки найдём столь необходимую мне батареечку. Плюс, если получится, на ЗБ-14 заложим сухпай сразу. Так, ладно. Сейчас спешить не будем здесь. Всё равно выносливости не так много. Давай, сейчас вот так вот действительно леском пройдём. Хотя, с другой стороны, мы её качаем потихонечку. Когда бегаем. Тоже очень полезно. Мне сейчас даже выкинуть нечего. Ну, то есть... Да, отверху можно. Из еды, воды, да. Да, нормально. С собой тоже там, в принципе, сачок выпить. Горячий электрод. Ну-ка, ещё БПшки. Аааа, чё делать? Сок выпьем. А мы сейчас ещё можем сделать немножко по-другому. Вынуть. Вынуть. И вот таким образом. Ладно, вроде никого. Нам сейчас вот туда бы сходить. Проверить, естественно, схроны. Ну, а здесь есть коробка одна. С инструментами. Кот. Блин. Кота получить... Положить некуда кота. Некуда мне положить кота. Релешки изоленты и хлорку выкинуть. Не, не вариант. Пока без кота, значит. Корбуша плевать. Вот здесь коробочка. Ну-ка. Ещё молоко, да? Сейчас не нужно. Давай, Баренька, чекаем. Чего там? Болты. Набор инструментов. Рукстекло. Рукстекло. Понял тебя. Ладно. Думаю, что делать. Ладно, пошли. Не пойдём на эти схроны. Плевать. Тупо вперёд чешем. Сейчас заглянем сюда. Следующий лагерь. Ну, типа батарейки хорошо искать, естественно, в... Подвижных этих ящиках. Ой. Так, понял тебя. Там патроны почти всё. Может, деньги есть? Тихо. Денег нет. Это всё нам сейчас не нужно. Вроде не лутано. ПРС. Фига себе. 104-й. Так. Тебя долой. Нет, не так. Я не могу снять с него бастион. А хотелось бы. А хотелось бы. Так, ладно, хорошо. Значит, по-другому. Разрядить. Пока что тебя выкинем. Ну-ка. Около половины БПшек. Это гуд. Ну чё. Пошли отсюда. Бастион это, конечно, хорошо, но... Это так как гораздо лучше. Есть, хорошо. Ну-ка, друг. Ух. Ладно, это лучше, чем у меня. Выкидываем. Это сюда. ППшки не шибко нужны. Можно было бы просто сумку переложить. Ну ладно, бог с ним. Так. Чёрт, чё делать? ПП. Рельехи. Горячий электрод выпить. Не могу. Не могу ничего делать, пока перекладывается все это дело, да. Давай вот так вот. Тарзан долой. Разгрузь сюда. Найс. Здесь ещё хороший рюкзак бывает, если повезёт. Ну нет, не сейчас. Давай, сначала вглубь. Потом переходим сюда. Да уж. Ну, я могу отвертку выкинуть, в принципе. У нас с вами здесь сгущенка. Ну-ка, вынуть патроны. ПС-ки для АКМ как раз подойдут. Ну-ка. Это нам не нужно. Это нам не нужно. А чё ты не прыгнул? Блин. Подураться какая-то ты вышла. Ладно, пошли отсюда. Всё, найс, уходим. Из нужного по заданию мы с вами только пощёлкали немножко диких. Ну, что поделать. Фишка с МРЕ. То, что его очень сложно достать. Ну, то есть не то, что сложно. За ним нужно специально ходить. Воду можно просто выменить. Воду можно принести. Плюс она встречается, мне кажется, немножко почаще, чем МРЕшки. Хотя МРЕшки тоже такие. Не шибко редкий лут. И поэтому я прям очень хочу сейчас зайти и заложить. Давайте всё-таки здесь пройдёмся. Патронов у меня там не очень много. Но надеюсь, что всё будет хорошо. Так, дыма нет. Вроде не сидит. Дверь заперта. Ну-ка. Здесь можно просто сесть и сидеть. Всё, ладно. Ага, здесь всё-таки кто-то был. Ну, ладно. Может быть, даже то же самое задание выполнял. Самое главное, что мы это с вами заложили. И теперь просто выбираемся отсюда. Так, визуально никого не вижу из диких. Пойдёмте за холмик. Там всё-таки слегонца побезопаснее. Нет, движения нету. Если не ошибаюсь, мины прямо сразу за камнями. Ну, в смысле, там... Ещё чуть-чуть и мины будут. Мы можем брать и вот здесь вот. И вот таким образом наискось. Уносовость, конечно, кончается супербыстро. Жалко, что пришлось пушку выкинуть. А в принципе... Она убитая. Не шибко полезная, потому что там отвратительные патроны. Сейчас покухаю. Здесь мины. Вон тачка, всё нормально. Просто добежим. Патроны там отвратительные, потому что у них очень большой штраф к точности стрельбы. То есть на дистанции диаметр разлёта пуль очень высокий. Соответственно, на большой дистанции им очень сложно попадать. Фух. Ладно, хорошо. Так ещё и сушатанные пушки. Вышли. Отлично. Ну вот это у нас с вами получился прям шикарнейший рейд. Да, всего лишь 4 диких. Самое главное, что мы вынесли отличный АК. Ещё релешек вытащили. Дрели вытащили. И я понимаю, что дрели прямо сейчас нам не понадобятся, но... Санузел. Уровень 2. Здесь нужна дрель. Верстак. Уровень 2. И здесь две дрели. То есть именно на это дрели жизненно необходимы. А, вот здесь ещё провода нужны. Куда теперь всё это девать? Ладно, циклон, сгущенка. Это мы с вами продаём. У нас с вами как раз был глушитель на него. Да. И я его продал. Ну ладно, хорошо, хорошо. Игра прикололась. Давай сейчас 2 обратно. То есть у нас будет здесь немножко ППшек, немножко обычных ПСек. Вытряхиваем это всюду патроны. Эти будем сейчас продавать. С егерем, я думаю, мы с вами поднимем всё-таки так или иначе ещё отношения. То есть тут ещё до 15 уровня докачаться. Плюс ещё очень много заданий у него выполнить нужно. Другой разговор механик. У механика на 20-м, да? Угу. Та же самая на самом деле история с механиком сейчас только что была. То есть до него что-то отношения там ещё как до луны. Я тебя понял. То есть это хорошо только егерю продаётся. Циклон. А хлорка продаётся у нас только терапевту. Ну ладно. Она дешёвая, кстати, даже не нужно было выносить. Ну и самое главное, на самом деле, зачем я вообще вытаскивал этот дурацкий АКМ? Вот этот дурацкий АКМ. Это для того, чтобы снять с него бастион. Есть. Теперь со 104-го мы с вами снимаем стандартный. И бастион ставим... Не ставим. Целик. Бастион ставим сюда. Давайте обновимся. Всё хорошо сохранилось. Этот АКМ здесь, этот здесь. На тебя он не одевается. Ни на что не одевается сейчас из этого. То есть этот можно просто продать. Топорик продаём. Вау, nice. Мы с ним почти набили нужное количество денег. Продадим ещё парочку шин, просто чтобы слота освободить. Давайте просто продадим... Куда? Скупщику? Мы только скупщику и можем продать, потому что он ушатанный. Единственное, что мы с вами можем сейчас сделать, это следующее. Ремонт. Механик. За 1600 ещё немножко прокачать отношения. Я прекрасно понимаю, что у нас не фонтан с пушками, но нам просто по-другому некуда класть вещи. Таким образом и дрели мы с вами сохранили, и это добро сюда перекинули. Нормально. И у нас с вами даже ещё парочку слотов осталось. Ну что, предлагаю на этом этот выпуск тормознуть. Довольно-таки много с вами провернули. Есть задачи, которые прямо сейчас можно доделать. В принципе, то есть, опять же, газонализатор один найти, это не так сложно. Они падают, они появляются, всё будет нормально. Диких дострелять тоже нормально. Но самое главное, это сейчас садоводство. Нам нужно будет отремонтировать на заводе садоводство-1 и садоводство-2. Почему самое главное? Потому что тогда у нас с вами разблокируется задание предная привычка. И мы с вами сможем сдать сигареты. Правда, нужна ещё одна пачка Вилстона. Ну вот этим мы и будем заниматься в следующих выпусках. На этом пока что всё. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok